здравствуйте уважаемые подписчики канала сады и цветы сегодня я леля голованова супер садовник проведу для вас небольшое знакомство с выставкой который организовал мир флоксов в бот саду имени петровейкова в санкт-петербурге выставка получилась очень интересная красивая несмотря на сложные климатические условия этого года многие коллекционеры и питомники привезли достойные внимания сорта есть отдельная экспозиция новинок и есть мелкоцветковые интересные флокса в этом году но у нас есть специальный опросный лист по которому сейчас уж как раз идет жюри будет смотреть новинку там оценивается диаметр цветка длина трубки общий гавитус куста мы не можем оценить потому что потому что срезки да вот но оценить шапку саму насколько насколько на ней много веточек насколько она вся вот какую она форму держит шаровидную коническую полу сферовидного это ну естественно мелкоцветки отдельно крупноцветковые отдельно потому что они слишком разные вот это вот это надо брать селекцию и продолжать цвет 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 вот оттенок красного с подсветкой с яркой оранжево-золотистой подсветкой а что это? а что это? а вот это? и это? вишни считается вишни считается вишни но он очень поменяет вот такой фармочка цветочек фактурочка такая плотная снаружи беленькая когда контрастно еще и лепестки окрашивают тоже добавляют и соцветия когда он хорошо урощен то вот так они плотно сложены чуть-чуть чашечкой и рельефные соцветия в грунт не идут то есть тоже для себя очень хорошо мы еще всегда смотрим вот на плотность соцветия если много вот этих бутончиков в саду может это все стало более плотненьким конечно потому что у этого тут ничего нет а цвет великолепный цвет и он не выгорел он довольно давно цветет что-то там видимо часть осыпалась или просто у него редкое соцветие но совсем не пострадал а были сильные дожди и роса и солнце и цвет прямо вот остался но это тоже для селекции и явно он не выгорающий потому что уж какой-то цветок бы выгорел уже да 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 ну вот у нас в части северной флоры есть на уродские сказы похожи на уродские сказы похожи и на спартан похожи но от него а у вас есть вместе с жюри сенсационность или какая-то новизна оригинальность в общем впечатление это самое тяжелое и так и 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 по и и и и и впечатление у нас Больше 180 в основной экспозиции мы, как всегда, работаем. Традиционный ассортимент, уже проверенный, испытанный и в питомниках, и у ландшафтников, и у частных коллекционеров. И новинки. Это следующий зал. Скоро мы объявим результаты работы жюри, которые судили новинки и оценивали качество представленных экспонатов в этом зале. И прокомментируем это. Мы всегда просим посетителей публики выбирать любимца. Пожалуйста, вот здесь. Выбирайте и из этого зала, и из того. Для нас это важно, чтобы понимать, что людям нравится. И хочу сказать, что результаты от года в год в году разные. Вот это все, что я хотела сказать. И теперь я предоставлю слово ведущему российскому инфекционеру флотов Елене Константиновой. Пожалуйста. Я очень рада, что наконец-то мы с вами встретились в этом зале в очередной раз на нашем празднике. Празднике нашей любимой культуры, флотов, которыми я, например, занимаюсь с детства. А вот этот год действительно очень сложный. И это не какие-то там слова. Сложно было собрать. Сложно было то, что вы видите. И вот эти прекрасные композиции. И цветы, которые выращены с любовью, все переживали. Как мы сможем вот это все показать. Но тем не менее оно случилось. И это настоящий действительно праздник. Наслаждайтесь, ходите, впитывайте эту красоту, которая, конечно, не вечная. Вот тут представлены флоксы разных групп. И для ландшафтных дизайнеров. И для природных средников специально. И классические, любимые сорта крупноцветковые. То есть на любой вкус флоксы благо предоставляют нам всем и ландшафтным дизайнерам всем вот такие возможности. И огромную цветовую гамму. И разные параметры по высоте и срокам цветения. Поэтому мы можем подобрать себе сад, полисадник, сорта, которые будут нас радовать с конца июня и почти до октября. Вот. Так что поздравляю вас еще раз. И, как говорится, в добрый путь по нашим залам. Да. Вырастил ее питомник северная флора. Это сорт Елены Алексеевны Константиновой. Она невысокая. Она как раз испытана прекрасно. И в частных садах, и в том числе в весьма суровых, поверьте мне, условиях питомника северная флора. Это открытое поле, это ветер, это тощие грунты. И она очень терпеливо к этому относится. Любимый в Петербурге, не знаю, насколько он распространен в Москве, в Петербурге один из любимых сортов. Россия. А дальше мы выбирали лучший, на наш взгляд, по качеству срезки. То есть и сорт сам прекрасен, и выращен хорошо. Вот это мы оценивали в этом зале. В белых это Архангел. Это широко известный сорт Оксаны Судрявцевой, с плоскими широкими шапками. Чисто белый, вообще без любого другого тона. Выращен в питомнике северная флора. И мио-мой-мио. Так звали кота Юри Борисовича на самом деле. Поэтому он так назвал этот белый флокс. Безотказный, всегда хорошо цветущий. Средний, ранний. Вот данный экземпляр цветет уже давно. То есть половина цветков осыпалась. Очень мы его любим. Он хорошо выращен в питомнике Александровский сад. Это сорт Веры Борисовой. Получен в агрофирме Кою. Выращен в питомнике северная флора. Очень плотные соцветия. Вот сейчас самый пик его цветения. Невысокий и очень хорошо выглядит. А также нам очень понравился вальс. Это сорт Веры Борисовича. Хорошо испытанный у нас. Он есть у нас и в коллекции ботанического сада. Из питомника. Из северной флоры. Красного оранжевого. Это Тимур. Да. Идеальное соцветие. Правда? Не выгорающий. Ну, не к чему придраться. Сорт старый. Сорт селекции Павла Гавриловича Гаганова. Не устарел. Актуален. Великолепный. А также нам очень понравился... Мы его не выставляли. Раньше это Юник Оранж. Из коллекции Сергея Ирины Самойленко. Хороший оранжевый? Так. Лайли Тайм. Да. Лайли Тайм из коллекции Людмилы Федотовой. Про него я немножко расскажу. Саймон Джун, его автор. Британский селекционер. Подними его, пожалуйста. Вот. Вообще был известен как альпинарист. Он автор книг рок-гадами английских. Изданных до войны. Полковник. Вернувшись с войны, он схватился за лопатой. Где моя лопата? Каждый из садовников его прекрасно понимает. Возьмите ваше ружье. Дайте мне лопату. И ему захотелось чего-то более мягкого, чем альфийские растения. Чего-то более душевного. В его саду было мало флоксов. Он подъехал в питомники. В один, в другой. Нашел в конце концов у своего приятеля какие-то сеянцы. Привез их. И когаток увяз. Птичка пропала. Он занялся селекцией флоксов. И получил он замечательный Брайт Айс. Потом Брэдден Чайна. Это тоже его сорт. И Лайлик Тайм. И сам его назвал лучшим из своих флоксов самого чистого сиреневого тона. И я хочу вам сказать, что этот сорт средне-поздний и он особенно ароматный. Вот аромат его особенно тонкий. И назвал его Лайлик Тайм. Время сиреневого. Так. Значит он. Потом Белоголубый. Жуковский. Который где у нас стоит. Да. Из сада Светланы Грачевны. Сорт Юрия Андреевича Ребрёва. Так. Из белородового цвет яблони. Это Класси. Средний ранний. У него темные стебли, нежнейший тон, широкие шапки цветков. Из сада Людмилы Федотова. Мы его очень любим. Городость России. Да. Городость России. Юрий Андреевича Ребрёва. Первый раз мы увидели его в саду Юрия Андреевича Ребрёва под какими-то яблонями. Да, Елена Александровна? Возле гаража. Возле гаража. У входа. И были поражены вот этим гиацинтом. Да. Вот сложили. Как будто гиацинт. Один цветочек у него стоял в вазочке на подоконнике. Сто процентный гиацинт. У нас даже в одном из каталогов по-моему, есть эта фотография. Вот. И он, несмотря на вот свою гиацинтовость, да, и такую необыкновенность, он очень сильный. Он очень живучий. Он быстро разрастается. Мощный, высокий густ. Прекрасно черенкуется. То есть, просто вы... Хозяйственные характеристики у него выше всяких похвал. Не выгорает, ничего с ним не происходит. В общем, неубиваемый. Так, а также нам понравились... Синяя ночь. Это из северной флоры. Это сорт кругловых. Ну вот, вечером синий. Днем фиолетовый, вечером близок к синему. Здесь мы выделили спартан. Вот. Из питомника северной флоры. Непревзойденные, совершенно никогда неповторимые уральские сказы. Из сада Людмилы Федотовой. И... И Анна Каренина. Из питомника северной флоры. Вот эти три. Дымчатых. И последний у нас остался. Холодный розовый. Александровский сад ландшафт. Но он всегда в посадке выделяется. Сильный, ровного цвета. Он размножен же, да? Цельный флор. Да, размножен. Я его брала в цветнике. Вот. Представлены. Очень хорошую шапку держит в грунте, на ветру, на дождях, на всем сохраняет. Тут очень хорошо. Все свои параллели. Да, прямого уровня. Добрый, хороший. Такой вот ровный цвет. Мне очень нравится. Вот. На этом все. Что мы не успели наоценить. Пожалуйста, выбирайте. Спасибо. Выбирайте своих любимцев. Да. Выбирайте, действительно, своих любимцев. Вон там ведро стоит. И в ведро тебе. Да. И результаты мы вывесим. Вот. Вот.